Может ли журналист позволить себе такой эмоциональный спреск и просторичные поражения? Ну как, просторичные поражения, они входят в нашу жизнь. Пушкин в свое время ругалит за то, что он как бы площадной язык высокого поэзия. Вопрос какого уровня. Просторичие мы употребляем в нашей речи. И вообще, посмотрите новости, разговорный язык, он... Посмотрите записи тех же 80-х годов, да, дикторов. И посмотрите сегодняшний выпуск. Девочки, вопрос, ведь не в том, насколько много у вас разговорных оборотов, насколько красиво и грамотно в вашей речи. Вот в чем дело. Часто же мы столкнемся с элементарной безграмотностью на радио, на телевидении, на признательных журналистов. Это тоже мы же поставим на дело, поэтому профессионалы даже ценные. Ничего страшного в разговорной речи нет. Ну если вы, конечно же, не против, можно смотреть на свою аудиторию, там, понимаете, по 30 минуту идти, ну, любимые. Ну, хотя, наверное, такие новости тоже были бы востребованы. Ну, вполне. Я думаю, не буду приплату речи. Ну, вообще, что касается языка, мне кажется, здесь самое главное, вот именно отрубить Facebook, телевизор, не читать литератору. Вот классическую русскую литератору. Не только вот ни газеты, ни журналы, ни интернет, ни телевизор, ни радио. Именно язык идет оттуда. Ну, это мне предхажется. Ну, прочитайте целиком, собрайте сочинения Чеха, все-таки, вместе с письмами. Очень забавно. Записывая книжка. Очень интересно. Если бы он именно классический, хороший язык, когда вы, что называется, обладаете хорошим классическим русским языком, построением фразы, у вас будет свой стиль, вводите смело разговорные элементы, и банты, все остальное, и просе для голосования. Пожалуйста. Разговорный язык, это часть журналистской речи. Вопрос в том, что, опять же, что вы имеете в виду, это какую-то абсценную лексику, плащадную правду. Ну, как вам, мы эмоции часто удивляем. Скажем, когда готовые программы в эфире, на язык это мало влияет, собственно, на тот стиль языка, который присущ на времени. Продолжение следует...